МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. Об основных событиях понедельника и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня Владимир Путин провел совместное заседание Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития. В работе совещания принял участие и глава Чуваши. Наша съемочная группа сегодня работала в Москве. С подробностями Дмитрий Ковалев. В году заседание госсовета было посвящено исполнению указов, которые были приняты президентом страны в мае прошлого года. Начиная свое выступление, Владимир Путин отметил, что федеральные и региональные власти справляются с поставленными задачами. Правда, жизнь медленно меняется к лучшему. Глава государства остановился на явных проблемах. Повторяется ситуация, когда спорный документ существует, а подзаконные акты и инструкции не принимаются. Эти так называемые нормативные долги Владимир Путин потребовал закрыть в ближайшее время. В некоторых регионах не торопятся исполнять и майские указы. Причем не всегда виной этому являются объективные причины. О проблемах Владимир Путин говорил подробно на ситуации в сфере ЖКХ. На задачу президента расселить в новое жилье аварийный фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года. Решить эту проблему необходимо за 4 года. Изначально говорили, что это выполнимые задачи, но на деле реализовать их оказалось непросто. План 2013 года удалось исполнить только на 4%. Было переселено более полутора тысяч человек из-за планированных 42 тысяч. Путин назвал эту работу несерьезной. Недостаточно активно в регионах предоставляют землю многодетным системам. Где-то участки выделяют, правда, на выселках. В итоге жилищные условия многодетных семей улучшаются. Заметно движение в сфере образования. Заработная плата работников среднего звена превышает 27 тысяч. А преподаватели высшей школы получают более 35 тысяч. Обсудили на итоговом заседании госсовета и другие проблемы. В регионах недостаточно активно привлекаются инвестиции, модернизируются рабочие места. До сих пор не налажен общественный контроль за работой органов государственной власти. А он необходим, отметил президент. Предварить в реальную жизнь предстоит множество планов. Об этом мы расскажем завтра в программе «Республика». Дмитрий Ковалев из Москвы. Состоялось выездное заседание Общественного совета при именном уществе Чувашия. На этот раз эксперты выехали в Красноармейский район. Вопрос освоения участков, переведенных из земли, сельхозназначений в землепромышленности члены Общественного совета обсудили на заводе строительной керамики. Общественные деятели, депутаты, представители профсоюзов вошли в состав Общественного совета при Минимущество Чувашии. Такие советы участвуют в реализации госполитики в области земельных отношений и госимущества. Главная тема этой встречи – земельный вопрос. С 2005 года Минимущество занимается переводом земельных участков из одной категории в другую. Всего на сегодняшний день переведено из земель сельхозназначений в землепромышленности 759 земель. Мы можем сказать, что 91% таких земель уже освоено. 5% сегодня на стадии освоения земельных участков. У нас, конечно, есть земельные участки, которые переведены и в течение трех лет не обеспечено освоение. Таких земель их всего три. Один земельный участок – это в Тивильском районе, два участка – у нас в Маргаушском районе. В последующем, конечно, в отношении таких всех собственников будут приняты соответствующие меры. Земли промышленности необходимо освоить в течение трех лет. Иначе государство определит нового собственника, который будет использовать их по целевому назначению. Завод Кетра, который находится в Красноармейском районе – один из положительных примеров в этой области. Раньше земли, на которых сейчас находится завод строительной керамики, были предназначены для сельхознужд. Затем их перевели в земли промышленности. И теперь здесь удачно функционирует завод Кетра. Сделав проект для строительства кирпичного завода, был аукцион. На аукционе мы взяли право разработки карьера. Когда было решение Кабинета министров о строительстве завода, на основании этого распоряжения земли были переведены, земли промышленные. Сегодня завод полностью обеспечивает строительный рынок Чувашии облицовочным кирпичом. На общественном совете подчеркнули, что это хороший пример по целевому использованию земель промышленности. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. В правительстве Чувашии произошли изменения. Министерство по физической культуре, спорту и туризму переименовано. Его функции, связанные с развитием туризма в Республике, переданы Министерству культуры по делам национальности и архивного дела. В комментариях к указу сказано, что такое решение принято в целях повышения эффективности деятельности в сфере туризма. Самобытная культура чувашского народа, других народов, проживающих в Республике, вызывает большой интерес у туристов. Инвестиционный проект по созданию туристического рекреационного кластера «Этническая Чувашия» признан проектом, имеющим важное экономическое и социальное значение для Чувашской Республики. Госдума России в связи с 20-летием Конституции объявила амнистию, под которую по ожиданиям попадут около 25 тысяч человек. Документ предусматривает освобождение от отбывания наказания и уголовной ответственности наименее социально защищенных категорий осужденных. Некоторые категории подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, имеющих определенные заслуги перед Россией. Закон вступил в силу и подлежит исполнению в течение полугода. Наша съемочная группа узнала, кто из осужденных в Чувашии попал под амнистию. Из более чем одной тысячи осужденных первой колонии, что в Лапсарах под амнистию, на данный момент подпал лишь один. Правда, как говорят здесь, случится это, если сам молодой человек будет вести себя образцово и не нарушать режим. На амнистию в связи с 20-летием Конституции в исправительных учреждениях, расположенных в Чувашии, могут рассчитывать 9 осужденных. Список предварительный, но еще может измениться. Все зависит от того, будет ли еще кто-то менять место заключения. Освободят по амнистии только те, кто был лишен свободы до 5 лет и ранее не отбывал наказание в исправительных учреждениях. Попадают под амнистию женщины, имеющие несовершеннолетних детей, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет инвалиды, 1-й, 2-й группы. А отдельно осужденный, который счастливчик в первой колонии отбывает наказание, он попал под амнистию по статейному признаку, скажем так, судим за хулиганство. Гиблей на амнистии не коснется осужденных по тяжелым статьям Уголовного кодекса России, а также террористов, педофилов и проходящих по статьям. Организация массовых беспорядков и применение насилия в отношении представителя власти. Но даже те, кто подходит под все имеющиеся требования амнистии, могут попасть под ограничения. Во-первых, это те, которые еще лечатся от туберкулеза, от наркомании, от алкоголизма, скажем так. До завершения лечения они не смогут выйти на свободу. Ограничение касается злостных нарушителей режима. По колониям касательно осужденных, это если он, либо она выдворена в штрафной изолятор более двух раз в год, либо в помещении камерного типа, соответственно, тоже не выйдет на свободу. Решения по амнистии должны быть исполнены в течение полугода, это предельный срок. Но как только все необходимые документы на осужденных будут готовы, они выйдут на свободу. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Одному из старейших факультетов Чувашского государственного университета имени Ульянова, машиностроительному, исполнилось 45 лет. За это время на счету вуза около 7 тысяч выпускников этой специальности. Столь востребованные в 60-е годы факультеты сейчас остаются на пике популярности. На праздники собрались выпускники, представители предприятий и потребители машиностроительной продукции. Первые студенты по специальности технологии машиностроения в университете начали учиться в 1968 году. За 45 лет факультет непрерывно развивался. Выпускники вуза занимали и занимают руководящие должности на ведущих промышленных предприятиях республики и страны. Мы сотрудничаем с промышленностью и с их помощью оснащаемся, современное оборудование приобретаем. Сейчас сделали крен на развитие связи с предприятиями инновационного типа. Открываются новые кружки для школьников, возможности для студентов, робототехнику развиваем. Востребованные в 60-е годы факультет и сейчас остается на пике популярности. Набор студентов идет каждый год. Эта профессия востребована очень высоко, потому что производство сегодня нуждается в кадрах. В первую очередь инженерная квалификация и не исключение тяжелое машиностроение. Это те специальности, которые страну делают богатой, сильной, устойчивой. Это производство продукции, где создается добавочная стоимость. Поэтому здесь нам действительно нужны очень сильные кадры. В будущем я вижу себя инженером, потому что я учусь на кафедре промышленный менеджмент и сертификация. Вижу инженером по качеству. В будущем я себя вижу, конечно же, инженером. Я сейчас учусь на кафедре технологии машиностроения. То есть это именно та кафедра, которая разрабатывает, проектирует. Именно эти люди придумывают что-то новое. То есть то, что мне по духу. Свой юбилей машиностроители отметили в стенах вуза. Преподаватели и лучшие студенты факультета были отмечены специальными грамотами. Ольга Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Нынешним студентам маши факультета фрикционный пресс вряд ли знаком, но продукция, изготовленная на нем, востребована во многих отраслях, в том числе и в машиностроении. Станок-памятник установили недавно на территории ОАО ЧАС. Открытие приурочили к 70-летию награждения завода орденом Красного Знамени за выполнение оборонного заказа. История этого пресса уходит корнями в далекое прошлое. Доподлинно известно, что ему 90 лет. Но многие считают, что станок старше. Скорее всего, он стоял на заводе в Риге. А во время Первой мировой войны эвакуирован вместе с предприятием в Харьков. В 25-м году он был установлен на Харьковском электромеханическом заводе. Более полутора десятилетий проработал в Харькове. И при эвакуации оборудования уже в декабре 41-го года 350 станков было эвакуировано из Харькова, в том числе и этот. На начало года 248 было пущено в эксплуатацию. Антонина Тимофеевна Разуменко хорошо помнит, как Харьковский электромеханический завод готовили к эвакуации. Проложили железную дорогу, открыли дверь, и заходили туда поезд, и туда грузили станки. Вот такой был завод, высокий. Крыша была стеклянная. Света было много. Чертежи, инструменты, мелкие станочки. Что могли поднимать? Все грузили в вагоны. В 1941 году в Чебоксары прибыли несколько таких станков. Один из них, поменьше и полегче, до сих пор на равных участвует в производственном цикле. Больше того, ни разу капитально не ремонтировался. Только проходил техобслуживание. Его старший брат, кстати, тоже до сих пор в рабочем состоянии. Но отныне у него другая миссия. Станок символизирует трудовой подвиг электропарадчиков всех поколений. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Праздник к нам приходит. Ровно неделя остается до Нового года. Все готовятся к самому главному празднику. Концерты, елки, утренники, конкурсы. Об этом говорили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. 187 тысяч детей республики примут участие в новогодних и рождественских мероприятиях, сообщил министр образования Владимир Иванов. В Театре оперы и балета с 25 по 30 декабря для детей пройдут елки главы Чуваши. Все праздничные дни будут работать все государственные музеи, начиная со 2 января. Со 2 по 7 января более 4 тысяч детей посетят главные новогодние баллы. Билеты будут вручены отличникам, победителям школьных олимпиад, юным спортсменам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями. Главные новогодние мероприятия пройдут 27 и 31 декабря на Красной площади. В среду откроется резиденция Деда Мороза. А в новогоднюю ночь гостей и жителей столицы ждет праздничный концерт «Фейерверк». В дни зимних каникул будут работать спортивные комплексы, спортзалы школ, библиотеки и музеи, катки и стадионы, снежные горки и городки, лыжные трассы. А в пятницу жители Чуваши ждет еще одно важное событие. Это встреча Олимпийского огня. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. В минувшую субботу на улицах города Чебоксары было непривычно много сотрудников полиции. Никакого криминала. Связано это с тем, что полицейские, как и многие другие службы, готовятся к прохождению эстафеты Олимпийского огня. Не до сна и тем, кто отвечает за красочные действия во время зажжения чаши огня. Артисты репетируют каждый день по 4 часа, а то и больше. На одной из таких репетиций побывала и наша съемочная группа. В сборном танцевальном коллективе более 100 человек. Ребята и девушки оттачивают совместные движения. Стоит кому-то одному запнуться, как весь рисунок рушится. Права на ошибку нет. На самом деле у нас были достаточно сжатые сроки, но благодаря тому, что в постановке участвуют самые лучшие коллективы города и лучшие спортсмены нашей республики, включая чемпионов Европы и мира по спортивной аэробике. Допустим, здесь с нами вместе танцуют и делают определенные рисунки шарфами и осуществляют акробатические элементы. Благодаря тому, что были самые сильные люди задействованы и есть по сей день, благодаря этому я думаю, что мы достаточно быстро и думаю, вернее надеюсь на то, что мы качественно выступим и покажем хороший результат. Всем артистам организаторы выдадут спецодежду. Шапочки, варежки, жилетки и шарфы с символикой эстафеты. Кстати, именно с помощью шарфов танцоры будут выстраивать объемную картинку. Своим подопечным Кристина Игнатьева напоминает, важна любая мелочь. На сцене, как на ладони, будет просматриваться каждый артист. Сцена двухуровневая и мы будем делать все шоу на двух уровнях. На верхней базе сцены и на нижней. Поэтому это должна быть еще объемная картинка, очень красивая. Надеюсь, город оценит наши труды и старания. С этой недели репетиции начнутся на улице. За пять дней артистам придется привыкнуть к сцене на стадионе Олимпийский. Танцевальные и акробатические номера. Молодые люди будут отрабатывать, невзирая ни на что. Даже на погоду. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. В пятницу праздничные мероприятия встречи Олимпийского огня пройдут на трех площадках. На привокзальной площади, Красной площади и на арене Олимпийского стадиона. Национальное телевидение будет вести прямую трансляцию эстафеты. У нас предусмотрены несколько прямых включений. О том, как будут встречать Олимпийский огонь в Чебоксарах, в интервью нашему корреспонденту рассказал главный режиссер праздника Дмитрий Капустин. Смотрите программу «По существу» сразу после информационного выпуска. Госавтоинспекция просит автолюбителей в ближайшее время воздержаться от поездок на автомобилях. По прогнозам синоптиков, в начале недели на Чувашию вновь обрушатся обильные снегопады и метели. 23-24 декабря в республике ожидаются мокрые снег и метели. Большое количество выпавших осадков влияет на пропускную способность автомагистралей улицы дорог. Поэтому тем, кто не желает стоять в пробках, в ГИБДД настоятельно рекомендуют по возможности ограничить поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Тем, кто все же решится выехать на личном автомобиле, лучше неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах, посоветовали в Госавтоинспекции. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин